НЕСУМНЫЙ ПЕРАПЫНАК Успамин, скажем так, про Александра Тихановича. Дякую вам за увагу до Белорусского радио. Буду сподеваться, что не только, ну, скажем так, какие сумноватые падеи будут на годы для такой удячности или самые розные. Ну и вот зараз заправная падея у нашей студии изъявилась. Привабная падея. Не буду долго говорить, как это белорусская спевачка Валерия Садовская. Валерия, привет, Таня. Добрый день, добрый день. Дареджи, ты разговариваешь на белорусском языке? Я понимаю, но не разговариваю. Хорошо, переходим на более понятный язык. Валерия, рада тебя видеть. Взаимно, спасибо. Потому что долго не виделись. Еще потому, что наша коллега тебе звонила буквально вчера, и пришла такая счастливая и говорит, ой же, она такая позитивная, такая интересная. Скажи, пожалуйста, о тебе так часто отзываются? Или ты не знаешь отзывов о себе? Нет, ну я много слышала, но говорят, что я все время смеюсь постоянно. Даже если какая-то серьезная тема, я все время смеюсь. Ты хохотушка просто. Да. Так легче жить, да. Хорошо, будем хохотать вместе. Легче живется тебе сейчас где? Ну, я не могу сказать, что я где-то сейчас в одном месте прям остаюсь все время. Я либо в Минске, либо в Киеве. То есть примерно одинаковое количество времени все время. Ну и там, и там работаю, поэтому не могу сказать, где легче. Не знаю, мне и так, и так нравится. Скажи, пожалуйста, не обидела ли тебя, что, представляя, я не нашел каких-то высокопарных эпитетов и слов победительницы невероятного количества конкурсов? Как бы ты вообще хотела, чтобы тебя представили? Как ты видишь свое представление на каком-нибудь концерте? Вы знаете, вот, ну все эти конкурсы, они были достаточно давно уже, то есть там 2-3 года назад. Давай напомним, что за конкурсы? Академия талантов была в 2014-м и Голос Украины 2 года назад, в 2015-м году. А отбор наш на Евровидении? Да, 2 года подряд я была в финале отбора. Вот, ну, кстати, подумываю-то я опять. А мы ждем, мы тоже подумываем, где же ты? Да, вот, поэтому если называть эти конкурсы, постоянно на концерте, ну, этим пользоваться. И так все уже, грубо говоря, кто хотел, тот знает. Поэтому я бы просто хотела, чтобы говорили, что я певица, умею петь. Ты певица умеешь петь? Как минимум, да, да, да. Будем сегодня в этом убеждаться, я надеюсь. Ну и пришла ты, как говорится, не с пустыми руками. Хорошая хозяйка всегда приносит с собой либо что наготовила. Я уж не знаю, где пирожки и всякая вкуснятина. Но вот с творческим блюдом ты пришла к нам. Расскажи, с чем? Да, я наконец-то, столько лет прошло, я все пыталась, пыталась. Вот, наконец-то, скоро выпускаю свой первый мини-альбом. Там пять песен. Писали альбом, ну, где-то около полутора-двух лет. То есть, несмотря на то, что песен там достаточно мало, но мы очень много перебирали. Они длинные, помимо 8-10, да. Очень длинные, да, да, все по полчаса, да. Вот, поэтому для меня очень такой трепетный момент. Я очень давно ничего не выпускала и готовилась очень сильно, поэтому безумно переживаю, как вообще зайдет, не зайдет. При том, что там две песни на украинском языке, три на русском, поэтому такой интернациональный. Ну, не буду допытываться, почему нет на белорусском. Надеюсь, что в скором времени появится. Будет, будет, конечно. Вот Дэн Маккаферти, это лидер группы «Назарит», наверное, знаешь такую группу, слышала, и музыканта сказал, выпустить новый альбом после долгого молчания все равно, что одеть шорты после долгой зимы. А что для тебя такое выпуск альбома? Ну, я точно могу сказать, что да, наконец-то нарушила молчание. И плюс для меня, ну, конкретно этот альбом, он очень лично получился. То есть каждая песня — это такая маленькая история, которую почему я не могла быстро выпустить, то есть не выпуская каждый месяц песню. Потому что мне нужно что-то пережить, чтобы написать песню, вдохновиться, выпустить. То есть нужно очень много времени на это. Я думаю, я не одна такая. Давай запустим первую историю, представь ее, и может быть какая-то короткая история жизненная связана с ней. Расскажу, да. Песня на украинском языке называется «Твои сны». Я не так давно начала, ну, я сама написала текст и музыку, ну, во всем альбоме, в принципе, но на украинском начала разговаривать так относительно недавно. И очень для меня было удивительно, что я, когда начала писать песни, то есть текст был не на русском и переводить на украинский, а сразу на украинском приходила мысль, вот. Поэтому я очень сильно все время думала, блин, а вдруг это нелепо звучит, то есть сейчас там вообще как, ну, абсолютно неправильно с точки зрения украинского языка, но оказалось, что нет. И вот она такая легкая, сейчас как раз лето, еще можно расслабиться, поэтому надеюсь, что все будет хорошо и все понравится. Слушаем Валерия Садовская. 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 открытии, которое он недавно сделал, он понял, откуда его корни. Да, он понял, что он белорус, что он хочет, вернее так, в нем есть очень такое сильное желание петь на родном языке и говорить на нем. А корни дают ли знать о себе, вот в твоем случае, скажем так? Или у тебя не белорусские корни, я же не знаю толком. Ну, я там намешана, серьезно. Коктейль. У нас в гостях коктейль. Да, коктейль. Ну, как сказать, я понимаю, естественно, белорусский язык, но переехав в Украину, я уже почти 4 года там нахожусь, у меня очень сейчас все путается. Просто невероятно сильно. То есть, приезжая сюда, даже если я что-то захочу сказать, я, ну, так как там приходится много разговаривать и слышать украинскую речь, все путается, и поэтому тут уже даже были бы, если очень сильные корни, уже вряд ли. Ну, вообще, ты знаешь, когда люди хотят быть понятыми друг другом, мне кажется, неважен язык, но я это проверял на себе. Согласна, да. С жестами объяснишь, взглядом подмигнешь, и станет все понятно. Конечно, конечно, да. Скажи, пожалуйста, близки ли наши культуры вот такой серьезный вопрос, украинская и белорусская? Да. Я это очень хорошо поняла во время Евровидения. Получается, я была, ну, решила посмотреть полуфинал, пришла именно туда, в МВЦ, и поняла, что больше всего поддерживали белорусов. То есть, даже... Я просто обалдела. Ну, то есть, я очень сильно переживала, смотрела там на экраны, на людей, и все, но я такой поддержки больше ни к одной стране не видела. То есть, ну, я понимаю, что было очень много белорусов там, опять же, но, блин, колоссальная поддержка, было очень приятно, я прям стояла вся в мурашках, думаю, как это здорово. Ты часто говоришь, вспоминаешь о блинах, скажи, пожалуйста, какое твое любимое блюдо? Может быть, как раз и блины? Блин, но блины люблю, очень люблю, конечно. Правда, сама жаришь? Да, да. А с чем любишь блины? Чем, не знаю, посыпаешь? Ой, я со сладеньким. Я очень люблю вот это все шоколадное, это история, такое обожаю. Ну, вообще, украинская кухня тебя покорила? Я постоянно там поправляюсь, очень сильно. То есть, приезжаю в Украину, таких добрых 5 килограмм, приезжаю сюда и сразу худею. Там невозможно не поправиться, там все очень-очень калорийно, очень вкусно, все с маслом таким. У меня слинка потекла. Вот обычно же, вот удивительная штука, обычно же девушки, женщины так стесняются намекать на свои, прости, лишние килограммы. Уж мужчине, наверное, совсем не пристало замечать это, но тем не менее я заметил. А ты так легко. А я спокойно, ну, наберу, сброшу. Скажи, пожалуйста, лучше быть, ой, сейчас грубо скажу, лучше быть толстой, но хорошо петь, или худой, но бесталанный? Толстой хорошо петь, конечно. Ура, давай будем петь. Следующая композиция, представляй ее, и расскажи, может быть, что там. Да, следующая композиция медленная, называется «Кто, если не я?». Написала ее где-то год назад, может, даже чуть больше. Был припев, все никак не могла я ее доделать, у меня не шло, ни текст, ни музыка. Вот. И где-то в апреле вот я ее доделала. Она очень-очень личная. На самом деле, я когда пишу песни, то есть, меня это занимает очень-очень много времени, то есть, это может неделя, я могу сидеть, и просто, если у меня что-то, один аккорд не получится, это просто все, ну, конец. Я буду, то есть, еще мне нужно будет две недели отойти и писать дальше. Я ее писала со слезами, просто на глазах, она очень-очень-очень личная, но старалась не делать ее слишком трагической все-таки. Это о тебе, кто, если не я, да, я так понимаю? Да, это вообще, ну, в принципе, весь альбом, это мои истории, но если первая песня, она была более такая легкая, абстрагированная, в принципе, от каких-то, да, заботы, переживаний, проблем, то это она вот прям... Как ты думаешь, если люди хотят помириться, эта песня поможет в чем-то? Помириться? Да. Поможет выяснить отношения. Не, ну, может быть. Да, ну, тогда давай ее посвятим нашим радиослушателям, если мы отримали поведомление, лучше так, любимый, давай мириться, я тебя очень сильно люблю, без подписи, но я думаю, что Люба сразумел, и той, кто отправляет, это поведомление так само сразумел, что тут до чего. Валерия Садовская, и песня «Кто, если не я?» Ну, а когда у вас явились вопросы, до нашей гости, за уваги, пропановы, подяки, 1062 номер для ваших смс. По пустынным улицам я искала твою тень, так и не поняв, что смысла в этом больше нет. Ты искал меня всю жизнь, и за мною камнем вниз, разлетаясь в душе моей стаи птиц. Кто, если не я с тобой? Приднет с высоты и сожжет мосты, Кто, если не ты за мной? Не боясь упасть в эту пропасть. По пустынным улицам я искала твою тень, так и не поняв, что смысла в этом больше нет. А мы будем находить сенс протягивать. Не особенный перепынок 14.35. На жаль, худка бежит час, а особливо, когда с добрым человеком размовляешь, с текавым творчим, на угол, куда и он сходить, сбегая, взлетая, невядома. Валера Садовская, спявачка, яка, повторяю, мая голос, и мужа спевать, как мы в этом упомнились. Сегодня у нас у гостях. Протягиваем размову. А я снова обращаюсь к людям умным, разумным, более разумным, чем я. Вот Харуки Мураками написал играть музыку, почти то же самое, что по небу летать. А что для тебя писать и исполнять музыку? Петь. Петь, играть, мне кажется, даже тут в принципе нет большой разницы. Я в любом, ну, я знаю точно, что когда у меня какие-то проблемы, там, даже я не говорю про перепады настроения, в принципе, ну, в целом, мне достаточно просто за инструмент даже не петь. Именно я, меня очень успокаивает сам процесс музыцирования и написания музыки, даже если она потом, она просто вот, ну, какая-то мелодия не для песни, очень-очень приводит в порядок мысль. Это как бег. Вот для меня это как бег. Меня очень успокаивает. Очень люблю. Ой, а я вот терпеть ненавижу. Ну, ужасно, почему-то вот удивительно. Больше на велосипеде люблю. Скажи, пожалуйста, а следишь ли ты за тем, что происходит в белорусской музыке, за творчеством твоих коллег, возможно, знакомых? Да, разумеется. Что тебя удивляет? Может быть, какие-то есть исполнители, которые потрясают твое воображение? Я буквально вот сейчас ехала к вам и слушала моего друга Яна Ярыша. Мне очень нравится то, что вот он сейчас делает. И, ну, действительно очень-очень качественная, хорошая музыка. У нас очень радует меня то, что постоянно появляется что-то новое, все чаще и чаще начинают исполнители выпускать песни. И причем песни такие серьезные, классные, но очень хороший уровень. так что есть что слушать. Знакома ли тебе такая исполнительница, по-моему, Мустелайт ее зовут, белорусская. Сейчас она наделала шуму и в Европе. Не слышала. Не слышала? Ну, видишь, я тоже что-то знаю о современной музыке. Скажи, пожалуйста, есть ли какие-то произведения, будь то музыка, книга, фильм, которые, скажем так, очень повлияли и влияют на тебя, на твой творческий рост? То, что ты увидела когда-то в детстве и до сих пор это с тобой, может быть? На самом деле на меня я очень впечатлительная, ужасно просто. И, в принципе, что бы я ни посмотрела, ни прочитала, я вчера смотрела вообще замечательную экранизацию «Война и мир» и просто рыдала в конце там шесть сериала, каждая серия по часу. И в конце просто меня вообще вынесло. И я думаю, боже. Вынесло? И мне было так, так у меня как-то все затуманилось, было у меня очень смешное чувство и захотелось что-то написать но в четыре утра. И что? Надо было и писать? А когда же еще? А соседи, а соседи. А вот, кстати, если бы ты примеряла на себя роль какой-то героини фильма, литературной или еще мультфильма, кто бы ты могла быть? Хороший вопрос. Блин, очень люблю блины. Ну, опять же, так и надо быть очень люблю блины. Я вспоминаю фильм, да, где покреплены. Как это из «Холодное сердце» это звали «Беловолосую»? Никто не помню. Я смотрела, не помню. Ну, сейчас всем девочкам она нравится, но ты не она, нет? Нет. Нет, ты темноволосая. Хорошо, об этом подумаем, но знаешь, что сегодня вот исторический календарь подсказывает нам имя одного актера, Борис Новиков. Знаешь такого? Ну, наверное, нет. А давай сейчас я тебе напомню, кто это такой. Давай послушаем. Ну, понятно, Борис Новиков это голос почтальона Печкина, да, теперь понимаешь, прекрасный актер, им каждый, наверное, вспомнит свой любимый фильм. Смотрела ли ты «Простоквашино»? Конечно. А есть у тебя свой любимый мультик? Мультики? Ну, я честно скажу, что я не очень люблю мультики. Не знаю почему. Ну, как-то, может, мало смотрю, то есть мне как-то так, не знаю. Музыка — это все, чем ты живешь, правильно? Да, ну, я люблю фильмы, книги, но вот что-то с мультипликационными у меня не сложилось. Хорошо, тогда к музыке опять обращаемся. Очередно, очередная премьера, скажем так, в нашей программе на Белорусском радио. Что это за песня? Песня называется «Люблю и ненавижу». Вот, на нее, возможно, ну, сейчас собираемся снимать клип. Она вообще вот прям летняя-летняя, очень легкая, очень такая она, игривая. Вот, написала я ее вообще минут за 15, наверное. я, у меня когда-то, ну, это, получается, тоже ей песня года два, просто сейчас мы ее довели до ума. Вот, и я ее написала после диалога со своим молодым человеком. Просто вот... То есть ты высказала все? Вот в песне. Я не смогла сказать ничего в лицо и высказала в песне, да. Поэтому вот она, я думаю, что многие себя в ней найдут, она такой прям диалог-диалог. Что ж, шукаем у песни самих Сябье и разом с нашей гостьей Валерой Садовской «Кореласка». Мои руки связаны, связаны, и с тобой связаны мысли мои. Без тебя так плохо мне, плохо мне, а с тобою хуже вдвойне. Если бы ты только мог, только мог Все расставить по своим местам, весь мир упал бы к твоим ногам. Отчего так больно, мне больно, мне больно хочется твоей стать опять. Мы с тобой остались наедине, это был единственный раз, когда ты посмотрел, смотрел на меня, обжигая мои глаза. Ты же видишь, я влюбленный. Это был ПЕСНЯ Сябры, не переживайте, это не особенный перапын, гостя никуда не сошла Валерия Садовская по раннейшему знаме, а чему узгадали эту песню группы Queen? Потому что исторический календарь подказанному в 1973 году вышел первый альбом гурта Queen, а это мы уже с более позднего альбома узгадали песню I want to break free, любимая многими, ведомая, буду сподеваться, что и наша гость ведает любить творчество этой команды Да, да, очень люблю и на самом деле я, ну не могу сказать, что прям с детства слушаю, но вот когда мне было лет 12-13, у меня прям был пик, я вообще обожала Скажи, пожалуйста, а есть ли у тебя вообще в музыке какие-то ориентиры, будь то даже, ну не знаю, белорусские исполнители, английские, американские? Да, много, в принципе, я сейчас могу тут огромный список назвать, я просто, у меня нету даже определенного любимого направления, хотя я очень люблю джаз, и в принципе с джаза начиналась моя, грубо говоря, карьера, я начинала петь только джаз, но я вообще очень-очень люблю Нину Симон, ну раньше я ее постоянно слушала, то есть именно у меня оттуда пошел, я копировала, ну все копируют Ну а у нее очень красивые тембры, манера, конечно, незабываемая Вот, потом мы сейчас, кто там у нас из современных, мне очень нравится музыка, которую сейчас Елена Гомес делает, хотя раньше я так, ну, конечно, пару лет назад еще не понимала Меня удивляет ее популярность, честно говоря, ну, наверное, что-то есть в этой музыке Не знаю, она очень простая, вот то, что вот сегодня у нее тоже вышла новая песня, я уже с утра прям послушала, очень-очень все просто, и акцент, у меня там, она же не пик, Она не берет особо высокие ноты, она не владеет там каким-то большим диапазоном Голос у нее очень слабенький, наверное, так скажем Но материал классный, не знаю, кто пишет, ну, блин, очень-очень классно слушает Любишь ты вот всякие печеные вещи, хорошо Да, очень люблю И Стинг когда-то сказал, идеальная музыка – это тишина, а музыканты занимаются созданием красивой рамки вокруг этого совершенства, согласна ли ты с этим? Кстати, в поддержку просто тишины у нас как-то в гостях был прекрасный польский пианист Сейчас не вспомню, ох, как же его зовут-то Можар, так? Можар и Кирилл Кидук Можар, да И вот они тоже говорили о том, что очень важна в музыке тишина Как ты относишься к тишине, и важна ли она в музыке, и с нее ли начинается твоя музыка? Тишина, ну, я, как сказать, ну, я, в принципе, соглашусь, но в моей музыке, я не знаю, у меня, в принципе, я начинала с лирики такой, и у меня тишина вообще занимала прям первое место, грубо говоря, то есть, когда ты музицируешь и пишешь что-то, нужно просто, ну, реально закрыть глаза и подумать, и никуда не спешить, то есть, ну, это очень тема такая, очень-очень Масштабная, широкая Хорошо, скажи, есть ли у тебя масштабные, широкие какие-нибудь гастрольные туры, концерты, и вообще, из чего состоит твоя, вот, скажем так, творческая жизнь, жизнь певицы? Сейчас, ну, гастрольных туров нету еще пока, я надеюсь, но так как это мой первый альбом, и до этого я очень-очень давно выпускала песни, и песни были, песни писали другие авторы, и поэтому это было совершенно не то, ну, я не могла, грубо говоря, заявить о себе То есть, это была не я абсолютно, сейчас всю музыку и текст я пишу сама, поэтому я надеюсь, что сейчас вот я выпущу мини-альбомы, потом еще выпущу несколько синглов, и тогда, конечно, можно будет задумываться о каком-то туре, я бы очень хотела, потому что такого опыта у меня не было, но поездить именно по городам прям вот мне бы очень хотелось Знаю, что у тебя запланирована какая-то презентация, расскажи о ней, пожалуйста Да, 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 расскажу, 5 августа, у нас здесь в Минске, в реставаре «Тише мыши», буду делать презентацию своего альбома, вот, который мы сейчас с вами слушаем, с музыкантами, но единственное, что все будет звучать вообще по-другому, это будет как акустика Вот, приглашаю вас приходить, я еще буду все это рассылать, рассказывать подробнее, вот, живой звук Отлично, но мы долго ждать не будем, будем слушать следующую композицию из твоего, скажем так, альбома «Что это за песня?» Песня называется «Где ты, там я», я ее выпустила 17 января, то есть вот это сингл Как ты все помнишь На нее снят клип, мы снимали его в Доминикане еще прошлой осенью, вот, и тоже затянули очень, и получилось, что очень-очень летний трек выпустили прям в середине января, то есть как бы было очень странно, но в принципе люди уже зимой скучают по лету, скучают Ну что ж, мы сумуем, полетите, по зиме, зараз будем сумовать разум с Валерой Садовской Где Валерия Садовская, там музыка, где не осумный перопынок, там Валерия Садовская Нашмат часу состоится у нас до завершения нашей сустрейча, нашей эфиру, будем спешаться протягивать, скажем так, размову Валерия, а как ты видишь, каким ты видишь своего слушателя, своего зрителя? Ой, очень интересный вопрос, я, в принципе, мне сама очень интересна, какая вот у меня целевая аудитория, где слушатели, собственно Вот, но наблюдая, кто мне пишет, грубо говоря, в соцсетях, это аудитория, мне кажется, лет с 13 до 25, ну то есть вот такая она Но я специально старалась, у меня все песни в альбоме, они все очень разные, то есть одна быстрая сейчас, вот последняя композиция, она вообще велончели, фортепиано О, велончели Все очень разные, я думаю, что каждая песня, по идее, должна найти своего слушателя Я очень на это надеюсь, потому что у меня не могло быть большой аудитории, потому что я ничего не выпускала А скажи, на твой взгляд, какой инструмент наиболее трогает человеческую душу? Ну, я скажу, я играю просто на фортепиано, и меня трогает больше только фортепиано Ну, то есть мне нравятся все инструменты, как они вместе звучат, каждый там, ну, каждый инструмент уникален Если бы я владела еще каким-то, я, наверное, бы говорила, блин, класс, фагот, вообще классный инструмент Любишь ты печеное, опять замечу, скажи, пожалуйста, вот такая погода, как сейчас за окном, дождь такой неумолимый, для тебя это творческое время? Я не могу сказать, что я под дождь что-то могу писать, хотя многие вот очень, ну, я обожаю дождь гулять Депрессивное нечто, да? Гулять под дождем, да, классно, но писать я могу только, ну, мне очень нравится писать на закате, не знаю, вот солнце, ну, просто идеально вообще Красота Ну, что ж, сейчас отправимся с тобой под дождь, перед тем ты представишь нам на сегодня, скажем так, последнюю песню Да, последняя композиция, она на украинском языке, называется «В пулоне», «В плену» Я с ней недавно выступала на украинском шоу «Хит-конвейер» Вот, вот я ее представила именно тоже на суть жюри Слава богу, очень-очень хорошо зашла песня, даже не ожидала Она тоже очень личная, очень трогательная И вот она именно, это была первая песня, которая у меня написалась на украинском языке Написала ее где-то месяцев пять назад И она очень-очень личная Я, конечно, понимаю, что там текст, возможно, там не всем будет понятно Но в совокупности, надеюсь, что она будет как вот цельное произведение У кого-то прочитал, послушав песню один раз, он завел ее снова, потом еще раз, потом еще, видимо, его душе нужен был кислород Пожидаю, и как твои песни люди заводили снова-из-нов, как отшуть той самой, отрымать той самой кислород Ну, дякую, что была с нами Спасибо вам большое Валерия Садовская, спевачка, какая умея спевать, мой голос, дякую, что были с нами, бывайте Субтитры создавал DimaTorzok